МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сел на фуганных кофей, знаю, как путел, как не знаю, и воет. Конфликт отца и сына закончился убийством. Почему обесцениваются родственные связи? Сторона обвинения четко говорит, что мы воры. Отсидеть срок и возместить ущерб бюджету. Владимир Жуков и Светлана Кожаева ждут оглашения приговора. Ты сидишь на лошади и перекидываешь ногу, получается, потом стоишь вот так на руки, держишься, а потом опять перекидываешь ногу и садишься опять нормально. Лучший всадник Иркутской области живет в Ангарске. Победителем регионального конкурса стала воспитанница клуба «Алюр». В эфире служба новостей телеканала «Актис» в студии Евгения Шильникова. Здравствуйте. Сегодня сотрудники ангарской госавтоинспекции организовали рейды на самых аварийных участках города. В частности, проверки прошли на улице Коминтерна в районе магазина «Лола», улице Ворошилова, а также перекрестке Чайковского и Карла Маркса. Такие рейды ангарская ГИБДД проводит в плановом режиме. Однако не исключено, что в связи с трагическим ДТП на улице Алешина профилактические акции инспекторы будут организовывать чаще. Сотрудники лесного хозяйства в разных районах Иркутской области начали подготовку к следующему пожароопасному сезону. В профилактических целях они выжигают сухую траву. Процесс этот весьма сложный и требует специальной подготовки. Подробнее в репортаже наших иркутских коллег. Лучший способ сделать так, чтобы не загорелось – это жечь самим. Здесь несколько гектаров сухостоя. Нельзя допустить, чтобы в него попала случайная искра. Упала случайно зажженная спичка. Все должно быть под контролем. Одно движение – и вспыхнет пламя. Совсем рядом – жилые дома. Деревня Зорина-Быково. Население 226 человек. Чтобы все эти люди могли не бояться, что из леса к ним придет огонь, и проводится так называемый профилактический отжиг сухой травы. Сухостой сгорает, образуется защитная полоса. Здесь огню уже питаться будет нечем. День выбирали специально – безветренный. У нас вот этот склон, допустим, он получается у нас как северный. То есть вот эта южная сторона, та северная, у нас, когда снег уже сошел, то есть мы вот эту сторону сможем отжечь, а ту сторону не сможем, потому что там еще снег лежит. Ну и поэтому мы сейчас и проводим эту профилактику. Просто нам погода дает добро. Подготовьтесь получше. Для большей надежности сотрудники лесоохраны вспахивают с двух сторон минерализованные полосы. Лето выдалось жарким. На территории Иркутской области действовало более полутора тысяч лесных пожаров. Тайга горела на площади около 400 тысяч гектаров. Новые очаги вспыхивали едва ли не каждый день. Бывало. На неделе, три-четыре дня, неделю уходит. Хорошо нынче горело. Поработали на славу, как говорится. Сегодня работают 15 человек. Сотрудники агентства лесного хозяйства при Ангаре и администрация узболейского муниципального образования. Другое дело – палы, которые население устраивает само. По статистике, немало лесных пожаров берет начало как раз от такой самодеятельности. Открытый огонь в неумелых, безответственных руках. Причина – больших бед. Молодежь выезжает, ну понятно, где-то выпили маленько, костера стаяли непотушенным. Стараемся объяснять, я говорю, объявления пишем. Допустим, дороги перепахиваем. Вот весной у нас перепахивали дороги, чтобы не допустить людей в леса. Это более такая, я считаю, что приемлемая работа, которая должна быть выполняться. Но не хватает финансирования, не хватает техники. Всего планируется в профилактических целях выжечь огнем 4000 гектаров. В 14 районах области уже проведен отжиг. Продолжаются огневые работы в Аларском, Братском, Куйтунском и Нукутском районах. С осенним снижением температуры в Ангарском округе участились пожары. За текущую неделю было зафиксировано 8 случаев. Пять возгораний произошло в садоводствах. Там пламя повредило надворные постройки, бани и дома. А пожар в микрорайоне «Строитель» привел к трагедии. Со слов соседей, там проживали, в надворной постройке проживали лица без определенного межрежительства. В результате пожара один человек погиб, один попал в больницу с ожогами. Пожаров с удовольствием произошли. СНТ «Утес», СНТ «Русские березы» один. Это в районе Салатеевки. Также родник, швейник. В ближайшее время в садоводствах округа и в частных хозяйствах городской черты пройдут рейды по проверке электропроводки и правилам эксплуатации печного отопления. Конфликты отцов и детей не всегда разрешаются мирно. Убийством закончилась разборка между пожилым ангарчанином и его сыном в микрорайоне «Цементный». Главе семейства пришлось защищаться от отпрыска наркомана с помощью ножа. Как люди становятся убийцами по неволе – в нашем следующем материале. 26-летний Максим в родительский дом заглянул уже вечером. Затеял ссору с матерью. Требовал, чтобы женщина забрала из полиции заявление на него. В противном случае угрожал убийством. На крики супруги пришел глава семейства. 67-летний мужчина стал оттаскивать своего сына. Налетел на него, схватил и начал вот сюда выталкивать. Потом одну руку ослабил, чтобы вот эту дверь открыть. А он меня в результате вот туда выталкнул. Мы тут только вот дверь этой долго болтались. Я не могу эту самую дверь открыть. Одной рукой не могу удержать. Он меня еще там колутит. Здоровенный дитина бил своего отца кулаками по лицу, пинал ногами. От ударов глава семейства катался по полу. С трудом несчастный отец сумел пробраться на кухню и там схватил нож. Сын ретировался на лестничную клетку. Дальнейший пожилой мужчина помнит с трудом. Говорит, что отпрыск резко потянул дверь на себя. Отец не сумел удержаться на ногах. Вылетел в подъезд и наткнулся вместе с ножом на Максима. Куда-то попали, Максим? Куда-то попал, я не видел. Он сразу дождался вот так вот и сел вот сюда на ступеньку. На эту лодку. Вот так, сел, так не знаю. И воет. Я Надежду Ивану позвал, вот, помогите. Соседки дома не оказалось. Мужчина забежал домой и стал звонить медикам. Оказать первую помощь побоялись и он сам, и его супруга. Сын скончался в подъезде. В отношении 67-летнего ангарщанина возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Этот человек характеризуется с положительной стороны. Ведет нормальный образ жизни. Проживает постоянно по адресу регистрации. Имеет социальные связи. То есть, проживает со своей супругой. А вот погибшего характеризует отрицательно. Есть информация, что Максим злоупотреблял не только спиртным, но и наркотиками. Теперь следователям предстоит тщательный анализ всех нюансов этого нелегкого дела. Елена Милюд, Дмитрий Новопашин. Местное время. В ангарском городском суде закончились слушания по делу Владимира Жукова и Светланы Кожаевой. Напомним, обвинение настаивает на реальных сроках заключения бывших чиновников. Претензии предъявила и Дума ОГО. Депутаты требуют возместить в бюджет почти полтора миллиона рублей. Яна Попова продолжит. Не доказано. Ничего не доказано. Но сторона обвинения четко говорит, что мы, ну я обыватель, простой обыватель, что мы воры. Я волнуюсь, конечно. В голове кавардак. Разбирательство по делу о растрате бюджетных средств длится уже полтора года. Сумму более чем в полтора миллиона рублей с обвиняемых Владимира Жукова и Светланы Кожаевой требует взыскать Дума ОГО. Представительный орган власти заявил иск, в котором значится, что экс-глава должен вернуть в казну 1 миллион 61 тысяч рублей, а его заместитель 447 тысяч. Подсудимые и их защита с этим заявлением крайне не согласны. Кожаева, которая просто была обязана и не имела права отказаться от этой работы, выполняла эту работу в полном объеме. И это в ходе судебного задательства доказано. Оказывается, теперь должна нести ответственность за ту работу, за которую она не должна была получать деньги. Она должна возместить все деньги, которые были выплачены. Она еще должна и штраф заплатить. Получается человек, ну вот совершенно правильно сказал здесь адвокат Бартель, и эта мысль у меня, честно говоря, изначально была. Совершенно арабская идеология. Светлана Кожаева также настаивает на том, что доплату получала вполне законно, по условиям заключенного сне трудового договора. Кроме того, бывшая чиновница утверждает, что ее коллеги, депутаты Думы ОМО, ни разу за время ее руководства не выражали сомнений на этот счет. Если бы я была депутатом на постоянной основе, в силу законодательства со мной бы никогда не заключили договор. Кроме того, в силу законодательства, я считаю, что у нас в Минюсте Иркутской области работают коллеги, потому что сталкивалась по работе. И они бы никогда не позволили, чтобы вынести в устав, где четко написана статья 30, что именно заместителем председателя Думы заключается трудовой договор, потому что это было бы грубое нарушение трудовых прав. В последнем слове Владимир Жуков заявил, что он и его зам – люди порядочные и полезные для общества, а зила против них сфабриковано. Монолог обвиняемого был столь убедителен, что у его правозащитника выступили слезы. А вот бывший коллега экс-главы Александр Городской предпочитает опираться не на эмоции, а на факты. Принятие решения и получение этих средств, порядок принятия решения об их получении и само получение этих средств были нарушены. Ну а то, что это стало предметом расследования в рамках уголовного дела, ну тут уже, что называется, вопросы к правоохранителям. Поскольку уголовное дело о незаконном использовании бюджетных средств имеет место быть, гражданский иск по взысканию этих средств вполне правомерен. 27 октября экс-главе Ангарска Владимиру Жукову и его заместителю Светлане Кожаевой будет оглашен приговор. Напомним, что государственный обвинитель настаивает на реальных тюремных сроках для обоих подсудимых. Яна Попова, Михаил Терышкин, Владимир Селиванов. Местное время. Ангарские сельскохозяйственники, фермеры и садоводы приняли участие в областной выставке «Агропромышленная неделя», которая открылась в Сибэкспоцентре 21 октября. Все участники мероприятия наглядно показали и рассказали, что никакие санкции стране не страшны. Местные производители готовы полностью обеспечивать жителей продуктами. Это овощи закрытого грунта. Это овощи открытого грунта. Съем с гектара по отношению с зерном превышает десятки раз. Это курица. Такой пример живой однокурицы потенциально может давать до 300 килограмм мяса в год. Это наша ангарская птицефабрика. И на базе этого будут развиваться производства. За 9 месяцев текущего года в рамках областной программы развития сельского хозяйства ангарский городской округ получил поддержку более 30 миллионов рублей. Еще 10 миллионов по федеральной программе. 30 октября в день памяти жертвам политических репрессий городской совет ветеранов приглашает пожилых ангарчан совершить поездку в пивовариху к мемориалу «Стена скорби», установленному на месте массового захоронения жертв репрессий 1937-39 годов. У нас сейчас обратилось к нам население, чтобы мы тоже как-то эту дату вспомнили. И мы решили организовать поездку для людей. Ну, теперь уже, конечно, тех, кто был репрессирован у нас, нет в живых. Но родственники их, дети, члены семьи остались еще. Им, конечно, не безразлично эта дата. Они бы хотели посетить. Желающим совершить поездку нужно позвонить в совет ветеранов до 28 октября. Заявки принимаются по телефону 52-85-56 ежедневно с 9 до 17 часов. Поездка будет бесплатной. Как музыкант музыканту, известный бард и телеведущий Павел Скороходов встретился с участником шоу «Голос» Георгием Серышевым. Уроженец Ангарска, ныне проживающий в Иркутске, удачно прошел этап слепых прослушиваний. Наш земляк попал в команду Александра Градского и сейчас продолжает борьбу во втором этапе шоу. О чем беседовали два сибирских музыканта, расскажет Елена Мельвитт. На встречу утренней заре, по Ангаре. Георгий Серышев специально для Актиса. Тема для разговора нашли сразу, тем более, что общих знакомых в музыкальной среде области у них, что называется, пруд пруди. Георгий всю свою юность жил в Ангарске. Он выпускник первой гимназии. Здесь же начал заниматься музыкой. Пел в ресторанах, на концертах, музыкальных группах. В «Голос» пошел по советам родных и друзей. Прошел кастинг, пригласили на репетицию без оркестров. «Показываешь какие-то вещи из предложенного уже списка». «А, то есть дают список, и из него я бы вот эту, вот эту, вот эту». «Да, да, да». «Окей, будешь петь вот эту». «Они говорят, да, 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 какие еще бы вы хотели спеть?» «Ты говоришь, а вот я бы хотел, конечно, вот эти». «Они говорят, нет, извините, но на английском языке у нас уже лимит иссяк». «Ага». «Вот отсюда рождается тот же самый «Дельтаплан». «Я верю, только Дельтаплан поможет мне, поможет мне». «Спеть так, чтобы потом не было стыдно» – эту задачу и ставил перед собой Георгий на слепых прослушиваниях. Говорит, что хотел попасть именно к Градскому. Других наставников он попросту не знал. То, что придется петь в буквальном смысле в спины, его не смущало. В зале присутствовало около двух сотен зрителей. «В принципе, я даже не обратил внимание, что впереди какие-то развернутые кресла с какими-то там именами. Я как увидел, что люди все прямо встали и начали аплодировать с первых же нот. То есть меня это очень сильно воодушевило. Настроился там на какие-то ноты. Открываю глаза, смотрю, уже смотрят на меня два человека». О своих впечатлениях от проекта, о команде Александра Градского и других наставниках более подробно смотрите в программе Павла Скороходова «Все путем» 30 октября. Елена Мильвет, Павел Скороходов, Местное время. Соревнования по фигурному вождению прошли накануне в автотранспортном предприятии «Ангарска». Турнир посвятили Дню автомобилиста, который отмечается в воскресенье 25 октября. В этом году в мастерстве управления состязались и женщины. Насколько успешно, расскажет моя коллега Яна Попова. Пять команд по три человека. Сначала все участники сдают теорию, ведь ее некоторые водители, к сожалению, знают на захудалую тройку. Экзамен усложнили заданиями из самых сложных категорий – С и Д. Впервые состязаться с мужчинами будут и представительницы слабого пола. Женщины-водители, к сожалению, сейчас на данном этапе у нас всего одна женщина-водитель, профессиональный водитель. А остальные – представители ИТР. Все этапы будут контролироваться, за нарушение будут сниматься также баллы. Победитель будет выявлен в ходе мероприятия. Шоферы в юбках в большинстве своем работают на автотранспортном предприятии отнюдь не за рулем. К примеру, Елена – главный бухгалтер. Дительский стаж – пятый год, ну, четыре железных. Ну, не знаю, думаю, нет. Мужчинам все равно это мужское занятие, и мужчинам здесь предоставлено все-таки преимущество, а женщина должна быть слабее. Первый раз принимаю участие, сложно абсолютно все. Несколько раз пришлось потренироваться, так как это все после работы, и все вновь, поэтому достаточно сложно. Участники продемонстрировали умение парковаться в гараже, разворачиваться, двигаться змейкой передним и задним ходом. Самым сложным этапом, особенно для женщин, стала колея. Правда, девушкам послабление все же сделали – предоставили машину с автоматической коробкой передач. Но это не повлияло на исход турнира. Все лавры, как и предполагалось, достались представителям сильного пола. Яна Попова, Михаил Терышкин, Местное время. Накануне на базе спортивной школы «Ангара» проходил турнир по футболу среди членов инвалидных организаций города. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья разбились на три команды по семь человек. Для каждого из них это не только возможность продемонстрировать свои способности, но и повод пообщаться с единомышленниками. Командная спортивная игра, азарт, ощущение радости от забитых голов и возможность выиграть соперника. Диплом за третье место получила команда «Спартак» – ангарского отделения Всероссийского общества глухих. Первую и вторую ступень пьедестала поделили между собой футболисты общественной организации «Инватурспорт». Виват Виктория. Ангарчанка Виктория Иванова стала лучшим садником-любителем Иркутской области. Соревнования проходили на Иркутском ипподроме в начале октября. Чего стоил титул и кубок лидера юной спортсменки – узнаем из сюжета. Верховая езда – не самый популярный вид спорта в Ангарске. Всего в клубе «Алюр» занимаются около 40 человек. Из них лишь 10 участвуют в соревнованиях. Призовые места ангарчане занимают регулярно, а вот титул лучшего всадника и кубок за первое место получили впервые. Вика Иванова занимается верховой ездой 4 года и имеет третий юношеский разряд. Один из самых сложных трюков – вальтежировочный поворот выполняет почти играючи. Наверное, вальтежировочный поворот без седла – это когда ты сидишь на лошади и перекидываешь ногу, получается. Потом стоишь вот так на руки, держишься, а потом опять перекидываешь ногу и садишься опять нормально. Хотя у каждого всадника есть любимец, тренируются они на разных лошадях, чтобы на соревнованиях суметь найти общий язык с любым животным. Еще одна важная деталь – побороть волнение. Это дети. Они всегда боятся проиграть. Не столько боятся плохо выступить, сколько не занять призовое место. Дух соревнований в детях всегда очень сильно присутствует. Поэтому здесь очень важна поддержка родителей, поддержка тренера. Насколько успокоят, поддержат, настроят. Если верховую езду воспринимать лишь как хобби, то достаточно время от времени наслаждаться общением с величественными животными. А для победы в соревнованиях важно регулярно тренироваться и относиться к занятиям, как к серьезной работе. И результат не заставит себя ждать. Евгения Шильникова, Михаил Трышкин. Местное время. Какое событие дня было самым важным – решать именно вам. Заходите на наш сайт, оставляйте комментарии, предлагайте темы, задавайте вопросы. А на сегодня все. До встречи.